Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать вас в эфире. С вами на связи Арчус и мы на Глобальной Волне. Продолжаю делиться с вами своими впечатлениями. Нахожусь в Сибири и не перестаю удивляться, насколько низкое сознание у людей, насколько прогрессирует слабоумие. На самом деле это происходит по всей планете. Так что это относится ко всем народам, ко всем мирным народам, как Пушкин писал. Спаситесь, мирные народы! Но так как я нахожусь сейчас в России, то, соответственно, хотелось бы поговорить именно о русском народе. О том, что происходит здесь. И должен сказать, люди спят глубоким сном. Я не знаю, что должно произойти, чтобы хотя бы чуть-чуть люди активировались, хоть немножко бы встрепенулись, начали бы самоорганизовываться, сели бы за парты, начали бы самообразовываться, перестали бы общаться на глупые темы, которые ну просто никчемные, ни к чему не ведут, разговоры ни о чем. Хотелось бы видеть всюду и повсюду людей, которые сидят за круглым столом, общаются о стратегической цели русского мира. О, листочек с дерева упал. Я что имею в виду? Недавно иду по улице, гуляю, и тут рекламные всякие баннеры стоят, рекламные какие-то высвечиваются красивые картинки. И одна из картинок, которую я вам сейчас продемонстрирую, написана, такая красивая картинка, Россия, Россия будущего, все только впереди, такие красивые слова, такая вся красиво сделанная. Но мы все знаем, в 21 веке, по крайней мере, я думаю, уже даже дети знают, что этим миром правят символы, образы, символы. И внизу, как раз таки, на этой картинке определенный символ. Посмотрите эту картинку. Посмотрели вы на эту картинку, что вы увидели? Увидели некий символ льва, который лежит так красиво и смотрит на вас. Кто сделал эту картинку? Я пошел в театр, так как эта реклама была возле театра, зашел туда, сначала какая-то была там вахтерша или кто, какая-то работница, потом позвали службу безопасности, испугались бедные. Я просто хотел спросить, говорю, вот что обозначает этот символ, представляете? Мне охота просто выяснить, люди боятся, люди испуганные. Я пришел, они думают, что я пришел опорочить ихнюю там, их театр или еще что-либо. Позвали службу безопасности. Я его спрашиваю, тот понять ничего не может. Это, говорит, это не ко мне. Я говорю, а вы тоже, значит, как бы не специалист в этой теме. А кому мне обратиться? Кто знает вообще? Кто ставит эти рекламы? Ну, сейчас мы позовем там главную вроде как бы в этом театре, по крайней мере, кто там был на данный момент. Спустилась женщина и я ей объясняю, говорю, вот посмотрите на этот символ, Россия, будущего. А кто делал эту картинку? Откуда она у вас пришла? Это сделал ваш рабочий или откуда? Она говорит, это с Министерства культуры, представляете? То есть, эта картинка, получается, идет с Москвы, с Министерства культуры. Есть люди, которые делают эти картины, закладывают туда символы, закладывают туда стратегические цели будущего населения здесь для России. Ну, конечно, было печально, что никто не знал и не понимал, что это за символ. Я говорю, вы понимаете, что это за символ? Нет, не понимаю. Я им показываю, просто открываю первую попавшуюся даже в Википедии. Вот, посмотрите, это герб короны Англии. То есть, это символ английской королевской семьи. Изначально так был, может быть, раньше и был, принадлежал кому-то другому, например, там, где мы сейчас живем в Германии, называется Долина Франков, если дословно перевести. То есть, там были некие франки, у которых точно такие же символы были. У нас везде, повсюду, даже на канализационных крышках вот именно вот такие львы. Только в нашем случае они стоят боком так и в принципе схожесть практически 90% А если мы возьмем старый английский символ королевской семьи английской, то он практически на 98% совпадает. Там единственное, может быть, цвета другие и он лежит по-другому. Но получается, что кто-то закладывает вам стратегические цели, символы, что вот оно будущее России. вами будут управлять семьи королевской династии. Хотя мы сейчас вообще не знаем, кто они, что они, то есть они вообще в подполье ушли. Непонятно вообще, кто управляет на самом деле. Можно только догадываться, но в любом случае, ну почему не поставить символ медведя, я не знаю, ну совы, ну каких-то своего, своего какого-то символа, поставить символ сферали, взять вот этот шар, в котором находится сфераль, это элементарная, первичная информационная единица, так называемая, и сделать из нее символ русского мира. Но что мешает вот людям сообразить и поставить свой символ? Почему они все время копируют? Вот им прислали, они поставили, все время они делают бездумные какие-то действия? Вот такими вопросами я задаюсь и спросил множество людей, я сфотографировал эту фотографию, хожу, спрашиваю, захожу в библиотеки, захожу в университет, спрашиваю людей, никто не знает ничего, вообще никто ничего не знает. все знают только вот так вот, вот так вот они, у них вот здесь телефоны стоят, вот так вот, вот так телефоны стоят, и они вот только вот этот путь видят, где понюхать, ага, вон там пища, и туда побежали. Друзья мои, ну так мы кашу не сварим из топора, так не возродится никакая русская культура, никакого русского мира не будет, если мы не поймем даже на уровне символики, что нам вгружают, что мы передаем своим детям. Я объяснил, конечно, этой женщине, она очень удивила, записала мой номер, хотят меня пригласить, просто навстречу, пообщаться. в принципе есть намеки, что меня пригласят и в университет здесь сделать такую некую лекцию для студентов, то есть управленческая грамотность в основном я им говорю, если будем общаться, то будем общаться в принципе только на стратегические цели, мировоззрение, фундаментальная наука и управленческая грамотность, то есть вот такие вот тематику такую мы можем поднять. Интерес есть у людей ну очень большой страх, должен сказать, то есть даже в этой ситуации, где я просто безобидно зашел, хочу спросить элементарные вещи, какую-то панику поднялись, люди боятся всего, они думают за ними все следят, кто-то там что-то, конечно печально, друзья, но это не все, с чем мне хотелось бы с вами поделиться. вчера была интересная история, иду, гуляю такой вдоль реки Томь, здесь такая набережная есть, есть два места, где гулять вверху набережная и там внизу, где старое место, прямо возле берега, там есть тоже прогулочная зона, где можно гулять, вот, но подняться на набережную нужно, оказывается, возвращаться назад, так как эти лестницы, которые туда поднимаются на набережную, они уже в печальном состоянии, скажем так, то есть их закрыли, перекрыли, я вот начал подниматься по этой лестнице, в принципе не знал, что они перекрыты, и судя по всему сверху меня увидели полицейские, тут же встретили меня, представились, все очень достаточно по форме, вежливо, что на самом деле очень порадовало, и начал спрашивать, естественно, мои данные, кто я, что я, я рассказываю, я приехал вот с Германией, с женой приехал, у жены здесь отец, и постепенно, постепенно мы общаемся, я ему рассказываю, он проверяет базу данных, ну и в итоге, когда все проверил, убедился, что все в порядке, начали как бы разговор уже между прочим, так скажем, ну и он спрашивает меня, а почему у тебя два гражданства, ты будешь отказываться от гражданства, я говорю, а почему я должен отказываться от гражданства, что такой закон есть, или приняли закон, ну вообще-то Германия наш главный враг сейчас, он говорит, я говорю, ну да, в геополитическом плане, в телевизоре так говорят, главный враг, я согласен, я не стал с ним ни спорить, ни рассуждать, ни обсуждать, вот просто поверхностно, так очень грамотно, скажем так, пообщались с ним, чтобы не было никаких провокаций, на самом деле хотелось бы спросить его, спросить вот товарищи полицейские, товарищи управленцы, наблюдители закона, да и вообще все те, кто связан со службой, у кого есть должностные обязанности, а вы не хотите начать со своих начальников, с думы, я не знаю, с правительства, с чиновников, ну двойное гражданство, хорошо, мы готовы, наша семья и в принципе сейчас очень много в Германии семей, которые действительно задумываются обратно переезжать сюда в Россию, но чтобы переехать сюда, нужны же какие-то условия, то есть никто не хочет в бардак сюда переезжать, а во-первых, если мы хотим какую-то систему настроить, и если есть под запрос у общества, чтобы не было двойных гражданств, хотя я считаю это полная глупость на самом деле, но даже если оно так, я готов решиться, допустим, выбрать одно из гражданств, естественно, я буду выбирать русское гражданство, для меня этого вопроса не стоит, но давайте начнем уже хотя бы с чиновников, с тех, кто вами управляет, вы спросите своих начальников, а у них есть гражданство, а вдруг у него еврейский паспорт есть, израильский, а может у них у кого-то французский есть, немецкий, американский, сколько таких гражданинов, которые во власти, я вообще просто мимо прохожий, так скажем, и с меня такой спрос, и дальше меня начинает давить на совесть, типа, ну вот знаешь, я вообще не понимаю, зачем вы уехали тогда 20 лет назад, я говорю, товарищ, вообще 20 лет назад моя мама работала учительницей, и была такая разруха, что по 6 месяцев зарплаты не платили, я в школу шел, меня по 15 наркоманов встречали и есть рубль, есть рубль, вот эти вот встают сбившиеся гиены, вот эти собаки, вот эти всюду, повсюду, что мы забыли, что ли, 90-е, какие времена были, мы уехали, потому что это естественная потребность любого человека жить там, где есть достойная возможность существования, достойная возможность развития своих личных качеств, понимаете, это естественная ситуация, здесь не надо давить на совесть, или я патриот, буду здесь хлебать в болоте, в грязи жить, но я зато патриот, буду себя в грудь бить, мы прохлопали уже в грудь, 80 лет мы хлопали в грудь, и за победу, за победу, 20 миллионов жертв, вот здесь по аллее доблести пройдите, там до сих пор эти вещи, эти фотографии, они кричат нам, эти предки, они победили эту фашистскую гадину, вот этот фашизм, вот эта нечеловеческая система, можно сказать, причем в Германии, самой в Германии, на уровне даже правительства, на уровне людей, все справляют и понимают, что фашизм это самое величайшее зло на планете Земля, другое дело, что они там начинают приравнивать это к сталинизму и 5-10, это мы не будем сейчас трогать эту тему, но факт в том, что мы все это понимаем, был сделан великий подвиг, и люди отдавали жизнь свою, чтобы этого не произошло никогда больше, никогда больше, все говорят, никогда больше, чтобы вот такая вот война не произошла никогда больше, и вот она произошла опять, почему, они-то победили, а вы, вы, и мы все вместе взяты, что мы сделали, я был маленький парень еще, можно сказать, юноша в 90-х годах, когда вообще все рухнуло, я вообще знать не знал, просто смотрел на разруху везде, и видел только стаи собак, гиен, различных каких-то других животных, ты волков даже и не встретишь, потому что с волками еще можно хотя бы повыть по-волчьи, там, но в основном это вот это вот, низкого уровня, животные, настоящие, везде, повсюду начались формироваться группировки, в школах, везде, повсюду, беспредел полнейшие, и мне предъявлять, что я уехал с родителями 20 лет назад, надо было мне здесь оставаться и с голоду пухнуть, можно сказать, вот такая у него логика, и я вот, говорит, у меня родственники тоже в Дрездене живут, товарищ полицейский, говорит, я честно с ними перестал общаться после того, как узнал, что они 9 мая не справляют, в Германии 8 мая справляют, если что, там так получилось, что это было 8 мая, вот, я говорю, ну, это ваши родственники, в нашей семье все справляют 9 мая, то есть у нас эта традиция, она сохранилась изначально, хотя, мы сами по себе немцы, это тоже надо понять немножко, представляете, насколько вообще тяжелая судьба вообще нашего рода, мы сами немцы, моего деда, которого отослали в Сибирь, просто со своим отцом и со своим дедом они на коленках поднимали здесь шахту, он уже в 15 лет работал, так как сегодня не работают вообще, находился на доске почета, до сих пор его фамилия в городе, маленьком городе здесь, неподалеку от Кемерово, знают практически все, знают точно, кто такие фрикели, кто такие служители, рабочие, насколько они могут действительно, труженики, насколько они могут работать, отдавать себя, и у нас в традиции есть справлять победу над фашизмом, это нормальное человеческое вообще явление, ну, в общем, вот так вот поговорили с ним, я, конечно, много не стал высказывать, для чего лишний разговор, вот я лучше сейчас просто в эфире вам скажу, чтобы люди увидели, чтобы сами задумались, хорошо, давайте, давайте воссоздавать систему, все, вот у нас сейчас начинаются новые возможности, времена перемен грядут, ну, давайте уже немножко соображалку включать, хотя бы с точки зрения концептуальной власти к этому подходить, ведь война идет не только же на военном уровне, на военном паритете, война идет еще и на генном уровне, то есть наркотизация, алкоголизация, благо здесь сейчас очень много спортивных юношей, парней, вообще этот спорт и ЗОЖ, он процветает на самом деле, это меня радует, меня радует вообще молодое поколение здесь, очень перспективные, очень сильные парни и девушки, самые красивые женщины, богини настоящие, которые еще могут действительно нести жизнь в этот мир, умницы, красавицы, генетика сильная, но на четвертом уровне уже начиная с четвертого уровня, если мы на шестом уровне в окопах сейчас сидят, вот сейчас они там бьются, они-то там бьются, но война-то идет и на всех уровнях, на экономическом уровне, вы же здесь как рабы живете, вы просто живете в системе рабов, финансовая система вас просто зажимает со всех сторон, не дает вам развиваться экономически, что с этим будем делать, об этом говорит постоянно Михаил Леонидович Хазин, Виктор Алексеевич Ефимов про это постоянно говорит, мы часто затрагиваем эти вопросы на глобальной волне, есть варианты как нам скооперироваться, каким путем идти, а где люди-то, люди, ау, а где служители, которые на постах, которые хотят действительно вот этих изменений, давайте уже тогда об этом говорить, как нам настроить финансовую систему, чтобы не быть рабами, ведь, что такое рубль, вот сейчас евро стоит 100 рублей, но вы что смеетесь, то есть, ваша бумажка, вот этот рубль, он ничего не значит, это просто бумага, ее завтра просто вот обанкротит, сейчас будут в банкроте сначала полностью доллар, отказываться от доллара, переходить на биткоин, ну, по крайней мере, так Ефимов рассказывает, и в принципе, есть и другие источники, которые о том же говорят, что хотят именно на биткоине закрутить вот долларовую систему номер два, и вновь подстричь всех тех, кто производит, кто что-то создает, у кого что-то есть, просто их подстричь, просто за какие-то цифры забрать все это и приватизировать себе, прихватить. Если это так пойдет, то рубль вообще будет ничто. Чем вы будете здесь расплачиваться, что вы будете здесь делать, к вам сюда заедут люди с той же Германией, с двумя паспортами, с Израиля, отовсюду, и просто у вас все перекупят. Так и недолго страну потерять. Ведь планы такие у противников русского мира. Разделить Россию на несколько частей, покончить полностью с этим русским вопросом. Про это говорил и Соловьев в своей передаче вот совсем недавно. И они думают стратегически, не только здесь перед носом. Им-то без разницы, они могут эту бумагу еще хоть сколько печатать, понимаете. у них и высокие технологии есть, у них есть в принципе достаточно сильные планы, как вот эту стратегическую время, когда будет всем тяжело, как им пройти, и что получилось так же, как с Советским Союзом. Вот она такая сильная империя, держава, Бритц, вот она в Союз. И все. Полная разруха и развал. Понимаете? Надеюсь, что понимаете. А что будем делать с третьим приоритетом история, точнее, идеология на третьем паритете стоит? Так она вообще запрещена, Конституция. Кто ее запрещал? Я, что ли? Давайте с меня начинать, вот с простых граждан. Давайте начнем. Можешь начать все-таки сверху. Если, допустим, мы отказываемся от паспортов, давайте тогда, чтобы все отказывались от паспортов. Если мы что-то принимаем, допустим, если в бой идут наши парни, молодые, просто с деревень, различные рабочие, простые парни, то почему не идут дети-чиновники, как вот матеря солдат, очень интересное такое видео сделали, я вам в прошлом эфире говорил, где они просто призывают чиновников, дорогие мои, собирайтесь, у вас получится, делайте батальоны. А что с партией «Единая Россия», у которых миллион, миллион получается, или даже больше, сколько там членов этой партии, так вы сделайте батальоны, добровольческие батальоны, где они, где вы, почему должны колхозники, деревенские парни, которые вообще просто там где-то жили, почему они должны скажем, свою жизнь отдавать. Хорошо, они согласились, все должны, все обязаны, давайте тогда хотя бы равноправно это делать. Что за сословие какое-то, есть некое сословие, которое вообще нельзя трогать, за эти бумажки, которые они могут просто купить с потрохами всех, кого хотят. Соображаем, что будем с идеологией делать, кто ее запретил Конституции. Не знаем. А второй паритет, история. Будем вспоминать, кто мы такие вообще. Россия это не Европа, сейчас все кричат. Ну Россия и не Азия, если что. Россия это вот та самая мера. Мы должны взять все самое хорошее из Европы, все самое мудрое из Азии. И создать некую мечту, некий некий прообраз, стратегическую цель для всего, для всей популяции людей на планете Земля. Русский мир может стать мозгом планеты Земля, не производителем, не технарем, хотя в этом плане тоже мы, естественно, не будем упускать возможности. Но главный акцент это именно наша возможность дать всему человечеству направление по пути программы эволюции разума. вот какая есть интересная возможность. О чем и говорит глобальная волна. Мечта создания рая на планете Земля при жизни, не там где-то, где нам в религии уже тысячу лет одно и то же твердят, и за какой-то рай там где-то после жизни каких-то понапридумали чертей, понапридумали различных там, я не знаю, сказок про то, про сё. Не будет там никакой жизни, если ты здесь живешь как смерть. Если ты здесь мертв, мертвый, и нету в тебе жизни, то и там после смерти у тебя не будет никакой жизни. Есть только жизнь после жизни. Если ты создал здесь условия, здесь наработал этот опыт, вот этот опыт ты можешь с собой взять туда. Такая аналогия должна появиться. Мы не можем здесь тупо ходить, страдать, что-то ползать и вечно только просить помоги, помоги, Боже, помоги, Боже-то поможет. Он нам уже помог, Он нам дал всё для того, чтобы мы могли создать эти райские условия. Но почему-то люди не хотят. Вот они легче будут на этом уровне перепираться со своими же собратьями. Вот он увидел на улице. Вот представьте, если бы у него было полномочия у полицейского меня бы арестовать как шпион или ещё что-нибудь. Всё, это опять совдеповское время. Меня бы сейчас туда бы избивали, били, там, бам-бам. Вот эта вся грязь, которая была-то раньше. Поэтому в Советском Союзе не только всё самое хорошее было, там были и вот такие вот ситуации, когда людей просто истребляли, напрочь истребляли. Всех хотели сделать под копирку вот таких вот. Поэтому этот Советский Союз и рухнул. Не потому, что его там продали, там, это тоже, конечно, но в основном потому, что не было смысла, великого смысла, потому что был утерян философский путь, который изначально Ленин пытался принести сюда. Именно поэтому появились везде, повсюду общественные организации, точнее, школы, общеобразовательные школы, среднеобразовательные школы. Люди начали образовываться, колхозники, которые совсем недавно не умели ни писать, ни читать, вообще ходили серой массой, стали инженерами, начали запускать ракеты, хотя это тоже примитивно на сегодня, но хотя бы в этом плане мы начали развиваться, пошла индустриализация некая. Так что насчет истории это очень тяжелый вопрос, это самый тяжелый вопрос, я его вообще затрагивать не буду. Экономику уже многие кто рассказывают, слушайте, Хазина, Виктора Алексеевича и Ефимова, хотя там тоже есть фундаментальные ошибки, если мы привяжем деньги снова к энергетическим ресурсам, то это снова будет, вот как правильно, Евгений Ярославович там на глобальной волне очень грамотно, один из грамотных, умнейших людей на данный момент, вот, кого я читаю, я бы его поставил бы уже допустим в группу экспертов на глобальной волне, то есть это человек, который действительно разбирается во многих вопросах, четко, грамотно объясняет и поясняет, почему энергетический ресурс, если мы будем привязывать эти деньги к ресурсу, снова приведут к зависимости от ресурсов, никакой индустриализации не будет, это только будет усугублять все положение, скажем так, даже экономическое положение, но здесь нюансы, я считаю, что в переходный период все-таки можно это сделать, как Ефимов рассказывает, то есть этот БРИКС привязать к энергетической валюте, к энергетическим ресурсам, вот, но в дальнейшем мы должны выйти на понимание, что, а как мы будем оценивать интеллект человека, его знания, его способности, я больше чем уверен, что именно интеллект и есть самый большой и самый основной ресурс, который будет вести все человечество по направлению эволюционного пути, поэтому нам необходимо переходить на первый управленческий приоритет мировоззрение. Без мировоззрения мы не сможем восстановить ни экономику, ни идеологию и все остальные паритеты, даже если мы их сохраним и даже победим, сейчас тактически нам объявят, что все победили за мир, скажем, вам медальки дадут, всех похвалят, скажут, о, русский народ, он такой сильный, вот нам 80 лет рассказывали, вот это русский народ, СССР, вот это вояки, они победили, и вот так вот они говорили, говорили сладкие слова, а люди, да, да, мы сильные, да, мы сильные в деревнях и везде повсюду, ну и вот и доигрались, тогда победили, а сейчас как Высоцкий пел, и где же такое может быть, что проигравший народ живет лучше победившего народа, тот, кто победил, Советский Союз жил потом и живет до сих пор по всем условиям хуже, чем в той же Германии, где те же соперники или враги, так скажем, или как бы мы их ни называли, смогли создать конфетку, которую они хвалятся, показывают и говорят, а Вы что такие неадекватные-то, отсталые, смотрите, как мы живем здесь в этой конфетке, а Вы слабаки, конечно, они не договариваются, что они через финансовую систему, через своих управленцев, которые они везде повсюду перекупили, поставили, везде повсюду они свои линии выстроили, можно сказать, вот через них они делали все, чтобы здесь развития не было, конечно, они-то не говорят, они просто вот давят вот на этого, на это чувство, смотрите, как у нас хорошо, а Вы ходите здесь, как рванье, давайте мы Вам сделаем, давайте мы Вам Навального поставим и все сделается, вообще все, мы разделим, Московья будет Московья, это будет то, это будет это, на 5-6 частей разделим и пошагово русскую культуру будем уничтожать. Вот ихний примерно план, он ясен, как сам день, это сейчас все понимают, а что делать, а что делать, если мы будем просто на эмоциях в грудь бить и кричать, мы самые сильные, мы дети богов, мы там это, да Вы туземцы будете, как индейцы, Вас просто в резервуарах вот так закроют, в родовых поместьях и будете Вы там на бубнах бить и в шаманах играть, с духами леса общаться. Ну что, не соображаете, что ли, реально? Давайте уже хотя бы немного мозги включать. Вы поймите, что мировоззренческое управление и первый приоритет в управлении мировоззрением это основополагающий пункт. Давайте на нем сконцентрируемся. Я уже схему много раз обозначал, как мы можем выйти на этот мировоззренческий путь, чтобы это было понятно всем, и нам, и нашим детям, чтобы не было вот этих вот бесконечных школ и школок всяких разных гуру, каждый по-своему это свое рассказывает. Нам надо выйти на фундаментальную науку, нам надо выслушать хотя бы несколько версий, у кого они есть. Вот у славян они есть, пусть они выйдут, расскажут свою версию, как была космическая война, как предки, белые предки когда-то самые первые колонизировали ту планету Земля, и была здесь раса, род асов, страны асов. И потом только они приняли другие виды там черных, желтых, красных, расселили по цветам радуги, а по цветам солнца. Такая теория есть. Вот мы их выслушаем, оставим как версию. Мы выслушаем современную науку, мы их уже слушали сколько лет, уже сто лет мы слушали, мы вас поняли. Для вас жизнь это случайный какой-то взрыв в макаронной фабрике, что-то там взорвалось, бриш, макароны, разлетелись и бац, гармония появилась и жизнь, закономерность, выходим и здесь радуемся. Мы вас поняли, услышали. Я буду со своей стороны через новую научную парадигму рассказывать свою историю, свою красивую целостную картину мира, целостную мозаичную картину мира, потому что все, абсолютно все знать невозможно, но возможно знать несколько основных пазлов, с помощью которых можно догадаться, предположить, к чему идет развитие вообще всего человечества, выйти наконец-то на уровень уже человека разумного. Но про свою версию я буду рассказывать чуть позже, скорее всего, когда вернусь уже в Германию, будет больше времени, здесь редко получается выйти в эфир. Там я буду больше и конкретнее объяснять, в чем смысл вообще фундаментальной науки, а точнее смысл ее в том, фундаментальной науке, чтобы давать этот смысл, давать основной смысл бытия человечества. Без смыслов человек это существо, которое еще может даже превратиться в паразита, не только просто в животного уровня, но может еще превратиться в такого паразита, который еще может и самоуничтожить самого себя, и все свое окружение, понимаете? И поэтому через новую научную парадигму, через фундаментальную науку мы выходим на мировоззрение, это надо понимать. В этом новом, в новой научной парадигме, в этой фундаментальной науки, у нас есть постулаты, я вам рассказывал про них, шесть постулатов, эти постулаты они изначально уже объединяют религиозное понятие и современное науке понятие, то есть нематериальное и материальное, духовное и материальное, мы объединяем это, мы не разделяем это, не говорим, что вот школа религии, она только о то, о нечто потустороннем, чего познать невозможно, а вот наука только то что понюхать и приборами измерить мы это все объединим и говорим что все возможно познать точнее возможно познать только то что ты хочешь но все вместе мы как пазлы собравшись воедино коллективный разум мы сможем ответить себе на вопрос куда двигает нас природа что хочет от нас творец в этой новой научной парадигме появляется такое понятие как высший разум такое понятие как созидательный процесс безразумного начала невозможен то что в современной науке напрочь отсутствует и они это просто даже не используют поэтому современная наука загнулась остались старенькие ученые с такими пузиками сидят что-то там кто катушку крутит но какую-то херь рассказывает какую-то все одно и то же что-то там бренчат бренчат брум брум вообще ни о чем вас никто не слышит и не услышит уже никогда особенно молодое поколение так что тандем поколений давайте друзья протягиваем друг другу руки садимся за парты начинаем соображать я на себя беру ответственность шаг за шагом раскручивать тему мировоззрения и фундаментальной науки так шаг за шагом мы подойдем к нашему про образу университета афиродинамики мы сами создадим этот университет мы сами соберем педагогический состав я уже вижу потенциальных учителей которые могут возглавить этот этот университет и это точно не те логики логики которые сейчас в экспертном совете которые считают себя экспертами не понять почему их никто еще не считает и как бы со временем вообще будет понятно что это вообще за группа они даже сами не понимают они какую-то логику учат вот они похожи вот на этих современных ученых которые сидят что-то там и брум 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 иногда редкий случай там зародится какая-то интересная идея сильная мысль только начинающую развивать все тут же ее топчет и опять в логику там что-то логика логика нам говорит а а какой рот а какой вид а какой подвид и начинает какую-то там несу светится изучать вообще они не понимаю такое ощущение что эти люди вечные времени то нету есть приоритеты определенные нам надо сейчас сообразить а какую картину мира через фундаментальную науку мы дадим сами себе и нашим детям вот что основополагающее дару для русского мира русский мир это мир философов и изобретателей у нас есть мечта создания райских условий на планете земля у нас есть все возможности для этого давайте сядем за парту и будем про это общаться говорить вот такие вот впечатления у меня друзья мы будем с вами еще встречаться обязательно арчу здесь теперь надолго привыкайте включайте соображалку если меня не можете терпеть не можете слушать хотите плохие комментарии поставить не стоит это всего лишь показатель вашего уровня соображения вы просто не слушайте меня идите там я не знаю по тропе своей нюхайте ищите свою долю а те кто еще умеет соображать кто умеет учиться поверьте в себя друзья мои поверьте свои потенциалы свой интеллект мы сами можем создать те условия которые нам нужны и необходимы мы сами можем создать университет мы сами можем воспитывать своих детей мы сами можем себя самообеспечить полностью через кооперативы очень много интересных интересных идей идет но нам все эти идеи надо соединить в единую концепцию вот концептуальная власть дает вот эти приоритеты по приоритетам и уже можем разбить все эти идеи и так двигаться единым фронтом в единой волне не только биться там в окопах здесь вот сейчас опять привезли уже фотографии новых парней поставили но это же просто без боли невозможно смотреть это молодые люди понимаете у кого-то семьи есть конечно вы понимаете но они же не могут биться только на одном паритете военным даже если мы сейчас победим или россия победит вот в данном тактическом там замерят наверху что-то там вам расскажут в уши забьют расскажу там да ля вы до герои тудым-сюдым а потом вас кинут опять просто побреют и все только единая концепция даст возможность русскому миру зародиться без этого понимания я не знаю друзья идите тогда короче куда вы шли в никуда в заключение друзья верьте в себя верьте свои потенциалы объединяйтесь самообразовывайтесь создавайте условия создавайте проекты делайте действуйте сейчас время перемена а значит это времена возможности друзьям давайте все вместе в это поверим и каждый кто сколько может привнесет наш путь наш путь развития ведь если не будет русского мира в дальнейшем хотя этого не понимают те которые сейчас вроде как борется против этого русского мира они не понимают что с уходом русской культуры русского мира исчезнет вообще вся цивилизация все человечество это конец программы жизни и тогда как булгаков говорил на самом деле не только человек смертен вот так вот внезапно смертен но и вся цивилизация смертна вот так вот бац и внезапно смертна на самом деле миру не �